Ух, вот мы уже и в зоне, у нас сразу же появляется наше первое задание под названием Пролог. Давайте почитаем. Добраться до базы, до бара сталкеров на кордоне. Нужно добраться до бара сталкера, он здесь где-то на кордоне, но для начала нужно выбраться из этого лагеря, наполненного аномалиями и зонами радиоактивности. Да, тут у нас вообще ужас, первая же, вот она, зона радиоактивности. Здесь у нас прям под носом, я уже заметил аномалию, прям в неё можно кляпаться сразу. Давайте сначала глянем, что у нас там у Сидоровича фонарик. Сидорович, как вы понимаете, здесь нету, здесь у нас ничего интересного. Кстати, у нас вес, смотрите, как много. Хотя, кстати, переходите по ссылке в описании, там у нас ссылочка не на АППРО будет, а на сталкер мод. Так как на сталкер мод более корректное описание, там всё более удобно, но именно для этой модификации я имею в виду. Вот, это не реклама, я просто вам говорю, где более удобно вы можете скачать и прочитать описание для этой модификации. Вот, и также можно там будет скачать изменённый актер, LTX, это такой файлик, который отвечает за основные характеристики нашего главного героя. Но, и там они, просто когда вы скачиваете и устанавливаете оригинальную модификацию, там будет немного, немного всё не так. Но вы поймёте, о чём я говорю, если будете играть с тем актером. Поэтому изменяйте его. Но вот, почему-то здесь осталось максимально почти переносимый вес, ну, в том смысле, то, что его очень много. Не знаю, почему разработчик не убрал же это всё-таки, но да ладно. Вот, нам, у нас задача с другом, посмотреть на эту модификацию и пройти дальше по сюжету. 1 апреля нам нужно тут вообще выбраться. Здесь будете предельно аккуратно и к одному из домов лучше вообще не подходить. Потому что у нас, как вы видите, снаряжение 0, у нас нету ничего. Просто вообще ничего. Будем предельно аккуратно. Ничего нету. Во всех подвалах у нас радиация. Так, мы зацепили аномалию. Ну, мы сейчас умрём, походу, потому что нам нужно подлечиться иногда нечем. Не знаю, может быть, и не умрём. Походим так, давайте, для разнообразия. Нашли какой-то свой первый артефакт. Не знаю, что нам это даёт. Ух ты, посмотрите, сколько здесь артефактов, а. Капли и два огненных шара сразу. Ну, хп у нас, кстати говоря, потихонечку устанавливается. Ну, артефактов мы нашли очень-очень много. Капли и огненный шар. Ну, ничего не там особо интересного. Нету, блин, у нас постоянно с болтом какие-то проблемы. Он не хочет оставаться. Но тогда же лучше нужно покупать в одну из аномалии. Потому что для этого я уже несколько раз лишен на записи. И всё, у меня были проблемы, потому что я куда-то торопился. И не из этого получалось, потому что я просто умирал. Но сейчас у нас немножко на кончику устанавливается. Мне жалко, что ни один из домов облутать не получится. Уезжаем, думаю, больно. Почему? Так, ну, стойки. Вроде бы больше нету ничего. Нет у нас здесь больше никаких артефактов. Я не знаю. Ну, мы и так, кстати, нашли очень-очень много полезных вещей. Солф 5 артефактов. О, я там под автобусом вижу ещё и не забуду. Давай не посмотрим. У меня, вроде бы, тоже огненный шар. Так, давайте на пояс ещё всё повесим. Сразу у нас тут радиация. Ну-ка, ну-ка. Но она, кстати, быстро и заканчивается. Видите, выводится. Поэтому нам это особо ничего не даёт. Это просто ещё одно наше испытание на жизненный пути. Но зато мы нашли ещё два дополнительных артефакта. Всё, давайте потихонечку добираться дальше. Посмотрим, что у нас здесь на кордоне. Журнал. Обучение. Радиация. Личем интересненького. Да, вот такой вот у нас кордон. Довольно красиво выполнен. Но, в принципе, графическая составляющая, как я говорил, уже изменена. Но сейчас нас интересует сюжет. Так что будем медленно-медленно пробираться дальше. О, мы слишком осуществлены, чтобы двигаться. Смотрите, всё это снимем. Аккуратненько пойдём дальше. Будет что интересное, я вам, конечно, покажу. А то, я думаю, вам будет неинтересно, если я буду так мере или находительно плестись. Но на кордон вы уже в целом посмотрели. Давайте ещё дадим до этого бутонечка, посмотрим, что у нас там. Ну, кордон у нас вроде бы обычно стандартный. Ничего интересного. Нету. Да, бегать мы, конечно, не можем пока. Я уже думал, я подождал просто, пока установится минусленность. Но вот от этого что-то зависит. Вроде бы хп-шка уже восстановилась, но всё почему-то как-то... Не знаю. Давайте немного подождём. Бегать мы пока не сможем. Наверное, хотя бы, думаю, нужно, чтобы половинка восстановилась. Аптечка у нас не лежит, убрана она. Вообще, пока ни одной живой души не встретим. Надеюсь, нам в течение тоже не домусь. А то тут... О, всё, наконец-то, друзья. Я специально ждал этого момента, когда мы немного отхилимся. Давайте посмотрим, что у нас здесь. О! Ух ты, вы посмотрите, как аптечка. Ну, стандартные тайники, короче. Ничего интересного. Но зато у нас появилось наше первое оружие и целых 100 патронов. Также я вроде уже говорил, но тут интегрирован собственный оружейный пак вроде бы. Или не собственный, но оружейный пак здесь довольно хороший, насколько я понимаю. Вот. Так, жёсткая подгрузка. Так, здесь вроде бы никаких аномальных зон не имеется. Давайте возьмём один единственный энергетик. Посмотрим, что у нас здесь. Да, это всё по стандартам, тренички у нас все стандартные. Ничего такого интересного вы не найдёте. Ну, я просто сейчас бегаю по кордону, смотрю, что у нас тут да как. Но кордон какой-то мёртвый. Так же будем надеяться, что у этой модификации у нас... Так, давайте сохранимся. Будет сюжет более длинный, чем у того же опасного вируса. Ну, и тем более, чем у АЗМ. Тайный путь я пока не прошёл. Но я думаю, там тоже не особо длинный сюжет. Но, как вот, если так выразиться об этих модификациях? Последнее время пошла такая тенденция, то что начали выходить модификации, которые очень короткие. Их легче делать. Например, раньше у нас как было? Выходили там такие крупные модификации, как Тайные тропы, Фотограф, Упавшая звезда. Эх, ностальгия. Ну, что говорить. Сейчас таких модификаций всё реже-реже такие появляются. Ну, скоро у нас выйдет Смерть вопреки 3. Посмотрим эту модификацию. Что она из себя представляет? Ну, конечно же, она будет очень-очень клёвой. Но вы сами подумайте, сколько её делали и сделает ли её, смог бы её сделать один человек. Да нет, конечно. Что-то об этом и говорить. Халявные патрончики. Отлично. Я специально выключил фонарик, потому что, по-моему, так намного атмосферней. О, ванитская куртка. Классно, классно я могу показать. Здесь тайники не убраны, поэтому можно сейчас ещё наверх слазить. Так, у нас там радиоактивная зона. Вот, ну, я не договорил. АЗМ мне очень-очень понравился, хотя модификация сделана автором, то есть, очень короткая и имеет насыщенный сюжет. То есть, ну, что ж такие пролагивания-то будут постоянно. И за счёт такого, так сказать, короткого сюжета, то, что там автор не расточался на многие-многие вещи, а просто зашёл, сделал короткую модификацию, ну, и довольны этим. Да и, я думаю, те, кто играл в этот мод, они тоже этим довольны. Так, у нас там всё вниз упало. Нужно быть аккуратным, потому что там под нами опять зона радиоактивности. Вот. Давайте. Ой-ой-ой, нужно быть аккуратным. Пожок-то здесь, как вы, посмотрите, маленький. Так. Боже. Упал. Ну, здесь у нас ещё-то как-то пусто. Ну, ладно. Вот, ну, продолжаем. Ну, как я уже сказал, АЗМ мне очень-очень даже понравился. И поэтому я буду ждать продолжения, и все дела вроде бы, но уже в разработке. Вот. Ну, что дальше? Опасный вирус, который я недавно прошёл. Довольно неплохая модификация, но я вам могу сказать, что она почему-то мне как-то в памяти не осталась. То есть, ну, так себе мод. Вроде бы ничего плохого я о нём сказать не могу, но хорошего тоже в то же время, то что ничего у меня такого не осталось. А вот насчёт Тайного Пути я могу сказать, что он мне не понравился. В нём нету какой-то изюминки, какого-то определённого сюжета. То есть, там всё сделано на то, что, типа, вы такой сталкер, пришли в зону и там рандомное задание получаете. И вот поэтому то, что у вас нету никакой общей цели, всё по сюжету, то есть, вот как в опасном вирусе, посмотрите на модельки, там есть какая-то общая цель. Нужно найти именно кейс с этим вирусом, что мы, в принципе, и сделали. Вот. А в опасном пути такого нету, и поэтому мне его как-то не очень интересно проходить. Кстати, вы посмотрите наше снаряжение. Прямо так, я вам скажу, неплохо довольно. Мне не нужно. По-моему, в оригинальном Тейн Чернобыля всего поменьше. Здесь немного побольше всего добавлено. Вот. Так что, опасный путь мне не очень понравился. Даже, скорее, не понравился. Вот. Ну и теперь четвёртая модификация. За довольно короткое время у нас выходит. Давайте как раз и о ней своё впечатление составим. Я думаю, я её буду проходить. Я думаю, многим будет интересно посмотреть на это. Это у нас как бы первая часть. Потому что сразу мы снаряжение столько набрали. Ужас. Вот. Ну, тут у нас будут одни перестрелки. А перестрелки это всегда экшен, всегда интересно. Многим. Ну, вот мы уже, в принципе, подходим к этому лагерю. Так что у нас, кстати, здесь озвучка есть. Я думаю, мы сейчас с ней столкнёмся. Ну, или когда-нибудь. Не знаю. Что-то странное. Эй, ты кто такой? Пригоршня. О, кстати, Пригоршня. Это у нас Химикс Пригоршня. Я думаю, кто читал книжки, тот знает. Ладно. Не похож ты на солдата с сопротивлением. Чего нужно? Мне к главному. Кто-то? Оружие есть? Нет. У меня есть документы. Вот. Два дня назад пересёк границу. Шли с группой. Типа туристов. Минут десять назад очнулся в каком-то бункере. Что произошло? Не знаю. Группы нет. Но это здесь в порядке вещей. Ещё и не такого в зоне насмотришься. Так, ладно. Проходи. Правый дом. Там иду к лидеру. Он с тобой потолкует. Окей. Так, это у нас, насколько я понимаю, какие-то баги. Нужно поговорить с лидером сталкеров. Такой вот у нас лагерь. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Опять же, буду без фонарика бегать. Так атмосфернее. Мы нашли, кстати, два пресса, два кисловки. И четыре патрона, кстати говоря. Давайте зарядим. Ух ты. Это у нас, эм... Типа бармен, что ли? Или нет? Это медик. Но торгуют у нас, кстати, не очень-очень неплохо. Ну, ладно. Это просто на заметку. Исследуем зону, так сказать, потихонечку. Осматриваемся, что у нас здесь. Да как. Давайте пойдем в другой дом, посмотрим, что там. Здесь у нас сталкер тренируется стрелять по мишеням. Здесь у нас... Кушают. У нас что, типа бар? Давайте сохранимся. Ну, нет. Это не бар. Как ни странно. Опять две док-столки. Ну, это явно какой-то бах. С игрой. Пистолет лежит. Ну-ка, давайте посмотрим, может, и ничего можно обоскать. Нет, нельзя. Теперь у нас четыре док-столки. Нормально. Попик разрядим. Шесть патронов. Ничего себе. Так. Здесь у нас тоже имеется... Никий. О, боже, это все можно взять. Его только посмотреть. Убирая оружие, тогда пообщаемся. Да. Неплохо. Неплохо. Кстати, артефакт, он тоже неплохой по цене берет. Здесь больше ничего нет. Давайте поговорим с лидером. Лидер у нас находится здесь. Это, кстати говоря, у нас военный сталкер, как вы могли уже заметить. Так. Кто ты? Что нужно? Я с большой земли. Турист, если можно так выразиться. Знаю, что обстановка в зоне нестабильна. Несколько дней назад пересекали периметр. Направлялись в Припять. Обычно туристическая группа, а где-то минут 15 начнутся здесь. А накануне, что было, не помнишь? Я ехал сюда с группой, но по пути что-то случилось. И позже я очнулся в каком-то подвале. Недалеко отсюда, там полно аномалии радиации. Как зовут? Документы есть. Хотя у нас и базы-то нет. Будешь туристом. Вот и кличка сразу. Это у нас вместо имен. Ладно, сходи в бар. Тут прямо с этого здания направо. За нас счет позже решим. Ага. А про какое сопротивление говорил охранник? Остатки сильных группировок сплотились в одну. Мы выживаем здесь. Ну, я вам что могу еще рассказать? То, что США и Российская Федерация, ну, противостояние в зоне, не выходящее за рамки ее. Но прежде чем Рашка забросила силы, сначала здесь появились натовские силы. И группировки боролись против этих сил. И остатки группировок, так как их осталось очень мало, им пришлось объединиться и наемникам, и свободовцам, и долговцам, то есть и одиночкам. Всем им пришлось объединиться в одну группировку. Мы выживаем здесь, так как США с НАТО оккупировали несколько территорий под предлогом исследований. Но мы-то знаем, что за херню они здесь творят. Россия прислала и часть своих войск. С внешним западным полканам это не понравилось. Они решили разжечь конфликт. Пока только лояльный. Локальный, в пределах зоны отчуждения. Но на большой земле обстановка тоже накаляется. Не знаю, что из этого выйдет. Можно вступить в сопротивление. А как же? Лишние силы нам не помешают. Ну не, пока я не готов. Я еще подумаю. Где вас тут бар? Выходишь из здания направо. Скоро вернусь. Так, я пока не хочу вступать в группировку. Ну, давайте сходим по торговым старковцам. Что же? Ага. Вот твое снаряжение. Окей. Ну-ка, что он нам дал? Ух ты, он нам дал АК-108. Я о таком даже не слышал. АК-108. Ну, оружейный пак. Так, что говорить. Прицепить прицел к приставке. АК-108. Стреляющий на натовских патронах. Круто. И гранатомет. И, кстати, у нас есть патрон для гранатомета. Давайте зарядим и гранатомет. Заодно. Плохо. Ну, ему нужно, наверное, что-то продать сначала. Что ж, я поторговал, в принципе, не хочу вам все это показывать. У нас также есть бронекостюм, который не очень хороший, но, в принципе, нормальный. Также у нас есть пистолетик. Вот такой вот блок-18. Точнее, блок-18. С 17 обоими... С 17 патронами. Ну, знаете, что я могу сказать? То, что как-то немного все странно. Ну, все привыкли, что в блоке у нас 20 патронов по всем шутерам. И блок низкорасстрельный. Ну, значит, это какая-то другая модификация. Давайте еще вот это ему продадим. Но, в принципе, все с тобой у нас нормально. И, как вы знаете, с весом у нас тоже все в порядке. Наверное, купить еще надо патронов для комплекта. Благо, денег у нас появилось достаточно. У нас также полностью оборудованы, так сказать, АК-108. То есть он у нас с изглушителем. И с прицелом неплохим. Да и еще вдобавок с подствольником. Так. Также у нас здесь в этой модификации добавлены машины. То есть здесь можно спокойно сесть на машину. Что мы, кстати говоря, сейчас и сделаем. И поедем спокойно себе. Можно будет выехать. Но сначала, как вы помните, нам нужно в бар. Да, так что давайте сбегаем. Снаряжение мы свое получили. Я думаю, сейчас у нас будет первая же перестрелка. Не, подождите. Ну, вот бар. Ну и что? Так. Значит, может быть в том здании. Вот у нас, типа, бар. Вот твой набор медикаментов. Забирай. Отлично. Отлично. Там еще мы получили снаряжение. То есть немного медикаментов. Ну, короче, все по стандарту. Получить задание. То есть нам нужно теперь... Пока, знаете, пока мне не очень все это нравится. Все как-то слишком прямолинейно. До глупости прям. Давай нам первое задание. Значит так, слушай, на свалке обстановка так себе. Там рядом агропром, он просто кишит американцами и натовцами. Ну, это понятно. Там их база. Еще мне немного смущает, что он нам дал натовскую винтовку, по сути, на натовских патронах. А мы воюем против натовцев. Ну, это так, для справки. Но на свалке, там, где железнодорожное депо, одна из наших баз сопротивления. Рядом блокпост, на который, по данным нашей разведки, вот-вот и ожидается нападение американцев. Мы потеряли связь с этой базой. И не можем их предупредить. Отправляйся туда и предупреди главную совместно. Помогите блокпосту и отразите атаку. Понял. Ну что ж, отправляемся. Будете сразу отправиться на свалку, добраться, дожидать депо. Ну, задания здесь построены более-менее корректно. Хотя они довольно глупы. Ну, в том смысле, вот первые несколько заданий. Довольно глупы были, я вам скажу. В том смысле, то, что нужно было просто бегать там. Радно, что мы сейчас перевернулись. И забирать саряжение, это довольно глупо. Ну, как глупо? Относительно. Так, давайте посмотрим. Найс, перепарковались, посмотрите, просто взяли и нормально. Надеюсь, мы потом выйдем. Так, здесь у нас что такое? Так, здесь у нас явно потребуется фонарик. Я думаю, тут у нас есть что-нибудь по стандарту. В стандарте здесь же у нас ничего нету, по-моему. Нет, ничего нет. Но так же, здесь что-то должно быть. В принципе, все как обычно. Единственное, зачем мне эти патроны. Ну, а все, все равно нормально. Звуки, кстати, у нас новые тоже добавлены. Я думаю, вы могли это не заметить. Нам доставание оружия, портфель, открывание. Давайте вот покушаем. Да, тоже есть такой звук. Но правда, вот то, что он же чавкает, такого звука нету, кстати говоря. Не знаю, почему. Так же вы могли заметить новую модель NPC в лагере сталкеров. Что тоже добавлено в эту модификацию. О, у нас опять подгрузка. Мы тут лихачим. Ох ты ж. Видели, как мы дрифтанули сейчас? Неплохо. И они, кстати, нам уже зеленые. Но это у нас военные. Ну-ка. Странно, почему нам военные зеленые? Не посмотрим, что нам будет. Ничего. Может быть, с тобой поговорить можно. Может, нам что-нибудь расскажешь. Вы посмотрите на его модельку. Ну, она такая, не очень. Никто с нами разговаривать не хочет. Ничего здесь интересного нет. Ну что же, отправляемся на свалку. Посмотрим, что у нас там будет. Ну и так, мы уже с вами на свалке. Жалко, что без машины. Так, у нас здесь какая-то метка. Перебраться на свалку. Что ж, боевое крещение. Первое задание. Добраться даже до депо. Надеюсь, тут у нас так аномальными не кишит, как. Как это было в лагере новичков. Все, я думаю, знают, что у нас там находится. Это просто можно все продавать. Все эти патроны я собрал. Ну, я думаю, вы понимаете, что на 2050, ну понятно. То, что у нас здесь с весом все в порядке. Я могу брать сколько угодно, чего угодно. Я могу смотреть на количество этих патронов. Давайте стрелять тогда уж теми специальными патронами. Может, с гулоком побегаем. Сейчас, бес. Это у нас тут как? Эй, отстань, любопытный! Это у нас Макс. Иди к Лукашу. Ну-ка. Это у нас Лукаш. Где Лукаш? Ты? Нет. Ты по-любому не Лукаш. Кстати, новая озвучка. Вы же могли заметить. Первые же фразы. Ну, нам не сюда. Нам дальше. Просто глянули, что у нас здесь да как. Аномалии вроде бы у нас здесь нет. Все, в принципе, в порядке. Свалка у нас самая обычная. Так, у нас тут подгрузки. Такие жесткие подгрузки, это обычное дело. Но у меня, ботинькам, он подгрузки вроде бы не записывает. И я не знаю просто еще, когда говорить. Так, ну-ка, ну-ка. Я не хочу сейчас. Все, будем аккуратны. Что за артефакт мы с вами нашли? В принципе, довольно простенький артефакт. Где-то артефакты я уже все продал, как вы понимаете. Ну, что ж. Давайте. Нужно поговорить с тобой, да? Сюда не обновлено. Ну-ка. Разрешите обратиться. Можно. Что случилось? Диалог составлен не очень корректно. Ладно. У вас под носом американцы хотят блокпост отбить. Лидер на кордоне в баре сталкеров приказал предупредить вас, чтобы мы помогли парням отбить блокпост. Отличный рядовой. Сейчас мы дадим отпор этим гадам. Так, опять жесткая подгрузка. Я думаю, все понимаете, что у нас там погрузилось. Ну, тут, конечно, сейчас и лаги. Военные, там зеленые. То есть, видите, все группировки объединились. Давайте возьмем фар. Ну, вы посмотрите, какая здесь была массовая перестрелка. Я даже, в принципе, ничего и не делал. Ох ты. Ратифак. Ух ты. Давайте посмотрим. Винтовочки. Я думаю... Так. Мы можем взять все, что угодно, как вы понимаете. А, ясно. Хоть у нас здесь вес и изменен, но... Это только... Так. Понятно. Средний гранатомет. Вот это у нас. Зарядить. Это у нас вот FN-scar. Я хочу побегать с FN-scar. Неплохая винтовка, вроде бы. Так. У нас то же самое. Медикаменты пригодятся. А, трупов здесь, конечно, великое множество. Ну, так я разобрался. То, что вот эти вот зеленые, которые нам были, это армия Российской Федерации. То есть, здесь кроме самих военных сталкеров. А военные сталкеры, в свою очередь, это все объединившиеся группировки. И они совместно, то есть, вместе с армией Российской Федерации. Вот он стоит, военный сталкер. Вот. И они все здесь являются военными сталкерами. Теперь нам нужно получить награду. За это все. Ну, конечно, вы видите, сколько там трупов. Чтобы подгрузить такое количество NPC, одновременно загружаемых на сервер, ну, это нужен очень мощный компьютер. Ну, все равно. Вот у меня сейчас вроде бы компьютер-то слабенький. Но там, в любом случае, даже на мощных системах, я думаю, будет подлагивать. Потому что, ну, это сталкер. Это крутая оптимизация. Отлично постреляли. Вот твоя награда. Можешь отправляться с водителем на кордон. Ну, с водителем, да, быстрее. Но у нас тут действует транспорт. Водитель возле костра. Спасибо. Что ж, поехали. Мы нашли еще вот такую, кстати, винтовку. Откуда она у нас? Ну-ка. Ага. Это, получается, наша награда. Он нам дал вот эту винтовку. Ну, давайте просто сравним их. Как вы видите, Скар у нас будет похуже. Так что давайте. Давайте вот это тогда выбросим. Потому что это у нас вообще какая-то фигня, а не винтовка. А что мы перегружены-то? Я не понял. Нет, дела так не делаются, пацаны. Давайте тебя выбросим. Все, а теперь можно спокойно их убрать в ящичек. Вот. Ну, сейчас я разберусь со своим снаряжением. Я хочу вам все это показывать. Я потому что думаю, что это муторно и неинтересно. Водитель, вон, кстати, у костра сидит. Ну, я разобрался немного со снаряжением. Вы только вот посмотрите на этот отличный пулемет. Это просто ужас. То есть это просто можно с ним крушить голову. У него 100 патронов в обойме. Видите, что у нас патронов очень много. Те две винтовки я скинул. Оставил себе итак А-108, который явно уступает этому пулемету. Что ж, давайте отправимся с водителем на кордон. Ты водитель, мне нужно на кордон. Ну, что ж, приехали мы обратно на кордон. Загрузилось у нас все. Ну, и в принципе, что? Поговорить с Николаем. Николай это у нас тот вот как раз сталкер. Давайте сначала поторгуем. Не знаю, зачем вам сейчас это нужно. У нас тут и так все есть. Пошел опять беззвучный дождик. Так, поторговать можно тут с любым. С тобой можно поторговать. Просто нужно ему сбагрить лишнее. Так сказать, вот это. Вот эти подствольники. Артефакт, прицел. Это эти артефакты. Ну, я думаю, все остальное нам пригодится. Так, вот патроны 9-18, я думаю, не пригодятся. Энергетики как бы тоже, потому что мы бегаем во всем. А все остальное оставим. Ничего интересного у него не имеется. Хотя, я думаю, вот этот комизон сталкера будет почти таким же, как наш. Может быть, чуть-чуть получше. А также у него имеется ФАМАЗ. Но, я думаю, вы понимаете, что вот этот пулемет просто... ИХСМ-18 пара, он лучше в своем деле только из-за того, что у него имеется 100 патронов. 100 патронов это очень-очень большая обойма, поэтому, естественно, я себе его оставлю. Ну что, друзья, на этом, я думаю, пора заканчивать. Ну, в этой серии я понял, что модификация мне особо не интересна. Такими вот тупыми пересрелками, заданиями. Но проходить я все равно буду. Вот, вы пишите в комментариях, что вы думаете об этой модификации. Как вообще она вам понравилась, не понравилась. Ну, а если вам понравилось это видео, конечно же, радуем меня лайком, пишем комментарии. Ну, а с вами был Арзо. До встречи, сталкеры! Субтитры сделал DimaTorzok